Девушки отдыхают 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 Готовить нужно в хорошей компании, поэтому мы это делаем с нашим генеральным партнером, компанией «Евразинфуз Корпорейшн» с брендами «Три желания», «Шедевр» и «Золотые горы». «Евразинфуз Корпорейшн» традиции и качества с 1962 года. Что же мы, шеф, дорогой наш, готовим сегодня? Какие блюда? Сегодня мы приготовим закрытую пиццу «Кальцони». Называется «Кальцони». Она будет у нас закрыта. И для этого нам понадобятся сегодня вот эти ингредиенты, которые вы видите. Пойдем посмотрим, с чего же делать закрытую пиццу. Сегодня мы увидим все азы приготовления пиццы. Начнем с самого простого. Соус приготовим. Тесто уже я готовил. А соус это самое простое? Да. Соус это самое простое, но каждый добавляет в него свои ингредиенты. Можно распределять обязанности. Да, обязательно. Мы готовы. Так, начнем с самого обыкновенного. Будем готовить соус для пиццы. Так, давайте туда переместимся. Нам блендер нужно? Да, блендер. Сначала мы сделаем, нарежем на соус. Так, Дельнас, я вам доверю. Доверите? Доверю, да. Вы будете верить. Вы не переживайте. Хорошо. Я, конечно, пою много, но я и готовить. Нужно обязательно вот это выкрутить. Кстати, хотел спросить, Дельнас, ты дома-то готовишь? Конечно. Какая молодец. Как же ты все успеваешь? Вы мне покажите, как вы это сделаете, и я буду повторять за вами. Можете напополам разрезать? Ага. Напополам. И вот эту сердцевину вырезать. Ну, то есть, как дома. То есть, вдруг я думала по-итальянски, это по-другому делать? Мы будем это тоже через блендер пропускать, поэтому форма, неважно. Хорошо. Тесто, кстати, я приготовлю стандартную калькуляцию. Стандартную. Здесь входит соль, вода, оливковое масло и дрожжи. Что мне делать? Вам доверим, знаете что? Наверное, чистку грибов. Как мы их будем чистить? Хорошо, что я помидоры занимаюсь. Его руками можно просто начистить. Вот эти все грибы. Шкурка нам не нужна. А ножки? Да. Ножки нужно оставить. Так, я начну готовить. Так, соус уже все начинается. Дельнас, у тебя вообще какие взаимоотношения с итальянской кухней? Прекрасно. Я обожаю итальянскую кухню. На мой взгляд, вообще-то... Несмотря на то, что там спагетти, пицца... Ну так это же похоже на уйгурскую кухню. Итальянскую? Лагман. Конечно? Да, схожа. Конечно, схожа. Поэтому я ее обожаю. Сливочный соус и все дела. Я готова, шеф. Ух, вы так быстро. Можно еще вот так разрезать? Дома часто готовишь, Дельнас? Ну, как сказать часто? Я бываю дома редко. Ну, когда бываешь дома. Ну, а когда бываешь... Еще раз дай нас. Еще раз, да, еще? Хорошо. Еще. Вот так пойдем. Ну, ты готовишь по необходимости или по желанию, по зову души? Я всегда готовлю по зову души. Своей или супруга? И своей, и супруга. Потому что я бываю, опять же, дома не так часто, но когда я бываю дома, я полностью поглощена домашними делами. Ну, и какое у тебя коронное блюдо? У меня их много. Коронное блюдо? Ну, для моего мужа, например, коронное мое блюдо – это спагетти с креветками в сливочном соусе. Так, я нарежу лук для соуса, для пицца соуса. Вот научиться бы еще так резать, как он режет. Хотите, попробуй. Нет, я боюсь, что вот именно так не получится. Я буду плакать. Диана, можно вас попросить подать масло? Конечно, даже нужно. Я с удовольствием. Шеф, тут не помещается уже. Дельнас, все, кто приходят к нам на кухню, мы их приобщаем к нашей акции. Поддержим казахстанское. Тебя мы уже поддерживаем. Теперь нам нужно поддерживать казахстанских производителей продуктов. Замечательно. Поэтому мы, естественно, сейчас секундочку, выбираем масло казахстанское шедевр. Да, да, было. У меня дома точно такое же масло. Так что присоединяем. Ну, это уже все уже в нашем. Да, уже своя. Нет, пока не нужно. Так, теперь мы закидываем лук. Обязательно на разогретую сковородку, чтобы он не прилипал и хорошо у нас прожарится. Так, теперь обжарим лук. И я добавлю немного тимьяна. Можно, да, пожалуйста? То есть получается, ты просто в масло бросил планшировать лук, да? Недолго? Да, недолго. Вот до золотистой пюрочки обжарим. Тимьян добавляем. Тимьяна обязательно, чтобы он дал нам вкус, наш соус. Так, теперь мы забросим ваши помидоры, которые вы нарезали для нас. Дельна, ну мы пока все это делаем. Поделись с нами своими планами, будущими, настоящими. Настоящими, будущими. Ну вот сегодня лично планов нет. Вообще ты планируешь надолго, далеко планируешь? Или живешь здесь и сейчас? Как у тебя происходит? Ну, работа такая, что далеко планировать не удается особенно. Ну, это что касается отпусков, да, отдыха. А что касается карьеры. Допустим, тебе звонят. Дельнас, вот у нас мероприятие свадьба, но хотим только тебя. Ну, если хотим только тебя, мне нужно срочно ехать. Я же не зря выбрала эту профессию. Если они хотят меня видеть, значит, я там должна быть. Так, теперь мы выбираем наш тимьян. Он уже отдал свой сок. Итак, мы, допустим, добавили тимьян в лук, потом помидоры. Все это мы пишем. Да, было соль. Не солили, да, мы еще ничего? Нет, пока не солили. Это все люблю солить, я вообще все соленое кушаю. Сегодня вам доверили солить соус. Я боюсь, не стоит мне этого доверять, потому что я могу пересолить. Ты всегда влюблена? Абсолютно всегда. Теперь добавим наш помидор. Теперь мы все это будем в блендер. А, это же мы делаем соус. Да, соус. То есть обжарили теперь. Да, мы делаем соус теперь из этого. Смотрите, какая скрупулезная подготовка к соусу. Обжарили все, и только потом в блендер. При всем при этом он сказал, что соус – это самое легкое. Да. Что же будет дальше? Я помогла предположить, что сначала мы все это в блендере перемешаем, а потом это все потушим. А лично оказывается наоборот. Понятно. Самое главное. Возвлек вам вообще в итальянской кухне. Номер один изыменимый? Да, номер один. Как и розмарин и тимья. Как пахнет вкусно, да? Сейчас. Прям вообще. Быстрее, быстрее. Хочется вот так. Хочу попробовать, какую пиццу мы там закроем. То есть мы должны очень хорошо взбить, да? Да, обязательно. Растерей прям до однородной. Да, я уже посолил, поперчил наш соус. А грибы нам нужно резать? Грибы, да, сейчас мы. Дельназик хочет порезать грибочки? Давайте, Дельназик. Хочу с удовольствием. Очень быстро. Все, вы покажите, как вы. Я все сделаю. Да, вот так вот передам. Грибочки. Так вот, Дельназ. Их нужно обязательно резать вот так. Смотри. Именно тонко нужно. Нельзя толсто нарезать. Я тоже, чтобы они у нас быстро. Ну, кстати, я могу тоже часть грибочков порезать. Быстро приготовить. Поняла. Дельназ, ну понятно, что... Понятно, что вся твоя жизнь проходит под знаком песни. А вот какие-то хобби? Конечно, как у любого человека. Вот когда ты не поешь, что тебе еще интересно? Мне поспать интересно поспать. Это мое любимое хобби. Я считаю. Чуть не забыл орегано наш соус. Самое главное, с вот этой спицей не переборщить. Вам нужно. Как говорила уже Дельназ, нельзя много ловить. С пиццами очень аккуратно. Да. Где нам нужно будет раскатать пиццу, где мы будем это сделать? Так, где? Где будем катать? А где вы хотите? Желательно здесь. А, давайте, давайте здесь. Перемещаемся сюда. Катание теста итальянского. Это ведь тоже искусство. Да. С тестом вообще. Ну, ты-то уж точно знаешь. С тестом. Ты же умеешь это делать? Умею. Ну, лагман я делаю очень редко. Прям очень. Потому что это сложно. Это занимает много времени. У меня много времени занимает, потому что я не практикую. Так, теперь мы начинаем раскатывать. Придавать форму изначально. Нам нужна обязательно круглая форма, так как мы готовим пиццу. Половина руками, половина скалки. Ну, я имею в виду форму, мы не придавим тарелку, как мы любим. Женщины любят скалки. Они их верные поможут. Это наша вторая рука. Продолжение руки. Продолжение, да. Вот в самый раз. Помнишь этот анекдот, когда муж приходит очень-очень-очень под шофе? И жена такая со скалкой стоит, он заходит. А ты все печешься, печешься. Да, да, да. Именно так. И у нас это продолжение руки просто. А вы можете вот так вот хоп-хоп-хоп тесто? Подбросить? Да. Ух ты! Имейте в виду вот так. Ой, слушай, классно. Ну, вообще. Ну, у меня теперь очень понятно, почему мы пошли в повары. Действительно хорошо получается. Если бы сегодня утром, когда я проснулся, мне сказали, что я сниму из Дильнас и с вами. Что бы было, расскажите, расскажите здесь поподробнее, пожалуйста, с этого момента. Нет, я говорю, если бы узнал за счет этого, то что мне утром придется сняться с вами, выходить с вами. И растягиваем. Все больше, больше, больше. Учитесь, учитесь, хозяюшка. Посмотрите. Итальянцы, по идее, форму кругу не обязательно придают. Так, так. В этом есть какая-то изюмка. Они говорят то, что пицца не должна быть красивой, сколько она должна быть вкусной. Почему мы перевернули? Так удобнее класть лепушку, да? Да, для того, чтобы она пропеклась снизу и не оставалась сырой. О, видите, еще один секрет, посмотрите. А с той стороны, если то у второй, может, остаться? Нет, убрать неудобно будет. Можешь что-то испортиться, да? Теперь мы добавляем... Что-то вот в обратную сторону никогда не переворачиваю. Добавляем наш соус. И вот теперь мы добавляем соус. Похож он немножечко на тыквенный или морковный, да? Да. А тут исключительно помидоры, лук. Лук. Тимьян. Да. Орегано. Орегано. И что еще у нас? Базилик. Базилик, да? Все помню. И у нас хорошо запомнили. Ну, еще бы. А, кстати, текст забывала? Ну, знаешь, Дяночка, лет 15 назад я очень хорошо запоминала текст. Нет, научи. Вот есть, говорят, секрет. Когда ты забываешь текст, надо как-то определенным образом делать рот. И тогда люди не поймут. Сыр, мясо, колбаса? А, сыр, мясо, колбаса? Нет, ну, Нагимах Абдулова у нас-то говорит, из Калиева, народная артистка. Она всегда говорит, а ты не переживай. Не знаешь, что он говорит, сыр, мясо, колбаса. Сыр, мясо, колбаса. Обязательно попадешь. Что дальше делать? Так. У нас, я вам доверю, ваши грибы положить. Желательно покрасивее выбрать. Не все эти. Ага, те, чтобы симпатичные. Сюда в пустые, там можете ложить, да, грибы. А, да. Я пока в этот момент нарежу говяжью ветчину для этой пиццы. А много нужно грибочков? Грибов нет, вот закрытые места, чтобы вы закрыли грибами. Ну, все, да. Расскажи, пожалуйста, о своем судействе в музыкальном проекте. Нашем глобальном казахстанском. Вообще, как ты восприняла приглашение первое, когда вы сказали, может быть, за честь восприняла? Да, потому что я не думала в тот момент, что я могу кого-то чему-то обучить. Продюсировать, да? Ну, как-то, да, вести артиста, потому что это сложное. Ну, ты всегда была довольна тем, кто тебе попадал? Симпатично? Красиво. Я всегда была довольна, потому что я всегда очень честно судила. Так, теперь мы посолим сыра. Да, обязательно моцарелла. То есть не пармезан, а моцарелла, да? Нет, пармезан... Нет? Нет, не знаю. Я бы что-то всегда полагала, для пиццы исключительно... Хотя, да, с моцареллой... Да там что только не бывает, они же просто экспериментируют, как хотят. Что мы, собственно, и делаем сейчас, да? Я уже хочу это съесть. Я тоже. Так, теперь мы добавим оливковое масло. Сверху? Да. Можете выделить нас. Это обязательный штрих, да? Да, да. Это прям все мне наличилось? Нет, не все. А как? Ледьте, ледьте. Вот так. Ручейком, да? Продолжительно туда, туда. Сколько раз в неделю ты занята выступлениями? Когда как? Иногда всю неделю. Иногда один-два дня. Слушай, ну это же сложно всю неделю. Сложно. Или ты привыкла уже к этому ритму? Ну да, это уже внутренние числи какие-то выработанные, и ты уже знаешь... То есть раз, и включилась. Да, уже. Что такое? А, полчаса, и все, и ты готов. А еще я очень быстро собираюсь. В отличие от многих женщин, оказалось, самсу. Да, твоему мужу просто повезло. Да, 10 минут, и я готова. Это вообще хорошо. А это вот похоже на самсу, которую делают уйгуры. Да, это... Я вам серьезно говорю. Вот это вот... Итальянская пицца кольцом. Вот это как-то... Она схожая, да? Угу. У нас делают так самсу. Это у них как пирог итальянский. Ну, у нас очень большая самсу. Смотрите, такие самсы умеешь? Да, я умею, да. Да? Да. А тесто какое, обычное или слоеное? Слоеное. Слоеное. Ой, это... Ну, не очень жирное, чтобы было, да. Я делаю с мясом, вот так вот. Так, теперь мы уже. Наш пирог положим в духовку. Итальянский пирог. Ну вот мы поставили в нашу духовку пиццу кольцони. Буквально 5 минут, и Абдрахман обещал, что пицца уже будет готова. Кольцони с мясом. Для приготовления соуса лук нарезать полукольцами и обжарить с тимьяном. Добавить порубленные помидоры и тушить несколько минут. Затем поджарку выложить в блендер. Добавить базилик и измельчить до однородной массы. Соус посолить, поперчить и немного остудить. Грибы и ветчину порезать тонко. Тесто раскатать в круг, одну половину смазать соусом, выложить грибы, мясо, листья базилика и посыпать тертым сыром моцарелла и орегано. Кольцо на накрыть второй частью круга и защипать края. Отправить пиццу в разогретую духовку на 5-7 минут. Приятного аппетита! Кто бы мог подумать, что пицца готовится всего лишь 5 минут? Я даже об этом и не подозревала. И не предполагала. Но она, наверное, уже готова. Да, давайте сейчас достану. Вынимать? Ой, какая красавица! Какой чебуречек! Наша пицца готова. Ну, вот такая получилась у нас пицца, но это еще не все, еще нужен последний штрих, да? Да, это наша домашняя итальянская пицца кальсони. Мы уберем немного муки. Выбираем и заливаем оливковым маслом. Такой своеобразный макияж в пицце. Да, да, да. Теперь смотрите, какой у нее цвет золотистый, блестящий. Сразу из-за него хитрости. Вот, да, действительно. Еще один секрет на нашей магии кухни. Вот мы ее разрезали и даже украсили бантиками зелеными красивыми базилика. Теперь давайте попробуем, что же у нас получилось. А давайте. Давайте делим тарелочки. Начнем с вас. Я так. Самый красивый, давай делим лазику. Самый красивый. Начинка чуть. Ой, боже. Так это же самый смак. Вот это вот самый смак. Ой, спасибо. Я боковую попробую. Может, вы потом все сами сделаете, я пойду поем? Все, второго блюда не будет. Это невероятно вкусно. Просто невероятно. Не придерешься ни к чему. Как вкусно. Вот если бы я солила, я бы пересолила. Драхман, мы ваши навеки. Вот честное слово. Очень вкусно. Очень вкусно. Ну что, теперь переходим ко второму блюду. И это будет панакотта. Я Нельцин Пенни. Расскажу вам, как создается шедевр. Трижды отфильтруем лучшее свежее масло. На этом этапе рафинации уйдет все лишнее, а нам останется только масло. Заморозим, чтобы в нем не появлялся осадок. И напоследок удалим посторонние вкусы запах. Итак, мы создали шедевр масла высокого качества, которое подчеркивает натуральный вкус ваших блюд. Если масло, то только шедевр. И вот плавно мы, хотя плавно после того, как мы съели столько пиццы, да, я заснула практически, мы переходим уже к десерту. И Абдрахман нам расскажет, что это за десерт, как он называется и из чего он готовится. Сейчас мы вместе приготовим десерт панакотта. Ну давайте, перечислим сначала ингредиенты наши. Ингредиенты. Нам сегодня понадобится два вида сливок. Что значит два вида? Одни профессиональные кондитерские сливки. Они сладкие уже идут, поэтому мы сахар в этот десерт не будем добавлять. И сливки обыкновенные, классические, 32% извернулись. 32%? Ну типа бережем фигуру, мы седаем. Нет, но этот десерт довольно калорийный. Все для борьбы с фигуркой. Это что такое симпатичное? Это желатин листовой. Мы будем его замачивать на минут 5, где-то мы должны его оставить. Какой красивый. В прохладной воде. А, мы сейчас прямо уже замачиваем. Ты начнешь, да, уже? Да, прямо сейчас начнем. У нас еще есть мята, да, или это козелик? Мята, да, это для декорации. И это топпинг, шоколадный топпинг. Что такое топпинг? Топпинг ли ты? Растопленный шоколад? Овер, овер, который топпинг. Сверху-сверху. Да, сверху. Сломали. Именно ровно нужно 4 штуки. С желатином нельзя тоже много добавлять и мало. Нужно соблюдать норму, так как этот десерт может у нас не застыть в холодильнике, либо получится слишком жидким, либо слишком быстрым. Теперь нам нужно включить плиту. Вот эту, да. Да, не на сильный огонь. Средний огонь. Средний огонь. Теперь мы возьмем сотейник. Дельнас, как относишься вообще к десертам? Любишь, избегаешь? Я вот не избегаю, я просто не люблю сладкое. В детстве любила, а вот серьезно? Да, лет до 14, а потом перестала есть сладкое. Вообще не ешь ничего сладкого? Не люблю. Надо же. Ну, не, 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 не. А хочется? Кофе тоже без сахара. Кофе я не пью вообще. А, вот так. Кофе тоже не люблю. Можете заливать. Люблю шоколад, конечно, но таких очень маленьких. Ну, наверное, наш казахстанский, да? Конечно. Только наш казахстанский. Поэтому только казахстанский. И своим друзьям за границу я всегда привожу казахстанский шоколад. Кстати, и все отмечают, что это один из вкуснейших шоколадов. Так, мы заливаем сливки в сотейник. Да. Какие сначала сливки мы заливаем? Или нет? Мы обязательно, нет, имеет значение. Кондитерские, да? Нет, кондитерские, наоборот, мы не должны их нагревать. А, то есть это обычно 32% сливки? Да, да, откровенно 32%. Что мы должны сделать? Мы именно не должны его доводить до кипения, а мы должны довести до температуры. Да, для того, чтобы нам растопить здесь желатин. И потом дойти до однообразной массы. А как мы поймем, до какого состояния мы его нагреваем? Сейчас вот по температуре я обнаружу это. Не знаю, как вы мне. Ну, классно, ты обнаружишь. Не знаю, как вы, но я увижу. А я что буду делать? И как я обнаружу? Примерный отчет времени идет у нас. Да? Да. То есть все это на глаз, да? Да. Ну, изначально, конечно, по громовке, потом, когда уже каждый день его делаешь этот десерт, уже привыкаешь. Ну, я вот, Дельнас, была удивлена тому, что Абдрахман дома готовит, потому что, как правило, шеф-повара, а вообще повара дома не готовит. Ну, что ли? То есть это, конечно. А, ну, пока разговариваешь, уже все готово. Да, все, да? Ну, то есть мы не проследим с тобой, понимаешь? Надо, знаешь, как, надо носить туры, темы разговора и продолжительность здесь. Все понятно. На кухне с подругой. Так, теперь нам нужно желатин вложить именно в теплой температуре. Давайте, положим. Мы его как? Мы его выливаем туда вместе с водой, что ли? Так, кто будет мешать у нас? Кто-то должен размешивать. Ну, Дельнас у нас, да, я хочу размешивать. Давайте, вы будете мешать. Я вам буду... Кстати, я тоже люблю желатин. Взбивать, мне нравится. Ну, такое чисто женское занятие. Взбивать кому-нибудь мозг. Мы сегодня будем просто сливками обходить. Мешает. Угу. Кстати, вот это и есть, наверное, на кухне сублимация, когда ты мужу взбиваешь. Абсолютная сублимация. Сейчас, ауфи готовы, я не знаю. Вы проверьте, конечно. Минуту еще где-то. Хорошо. А, в голове-то человека секундомер. Мне просто кажется, что он хочет, чтобы я работала. Когда еще у него на кухне поработать Дельнас? Я подумала, что ему просто хочется. Такой шанс. Счастье великое. Так. Светин, я приготовлю свой. А я все туда перенесла. Так. Все, теперь я заливаю сливки кондитерские. Заливаем сливки. Давайте мешаем. Обратите внимание, мы сливки 32% мы их смешали с желатином. А теперь мы добавляем сливки кондитерские. Они уже сладкие. Именно нельзя перепутать те сливки с другими. Так как, если перепутаем, наш десерт не получится. Абдрахман, вот ты когда по телевизору видишь Дельнас, какие у тебя чувства, какие мысли в голове? Зачем вы об этом спросили? Какие эмоции? Мне интересно. Есть эмоции вообще? Да, эмоции есть. Да, эмоции есть. Да, эмоции есть. И появился румянец на щеках. Да, смешали. Это засмущало вообще от Дракмана. Ты вообще любишь слушать Дельнас? Да. Все, я думаю, довели, да, до однородного? Довели. Мы всех там довели. Вот. Кого могли. Так, теперь мы заливаем. Десерт нужно перелить в холодильник. А, теперь нужно поставить в холодильник. Да, сейчас мы перельем нашу посуду, потом нужно будет обязательно на час оставить в холодильнике, чтобы он приобрел желеобразную форму. А, ну я знаю, что ты предусмотрительный шеф-повар, и ты уже в холодильник что-то такое отправил, да? Да. Потому что сейчас все это... То есть вы уже все сделали, и сейчас мы просто показываем нашим зрителям. Да, сейчас мы показываем сам процесс. Мы все демонстрируем, как это делается. Танғасын бұл сенің күніңнің бастамасы. Ол сені қаншалықты қанықтырат. Сдерге бай болама, барлық жоспорланған істерін ойдағыдай орындалама. Немесе сенің басын күнділікті тірлікпе найналып кетеме. Танғас күнді. Муның барлыға маңызды емес. ЗЛОТЫЕ ГОРЫ МАЯ ДАНАМИН ПАЙДАСА НАНЕ ОСА МАНАЗДА Теперь это нужно поставить в холодильник. Какой-то детский Новый год как будто, да? Да-да-да. Но у нас на то и магия кухни, что только что вы видели в жидкообразном виде. Все это приобредет буквально через несколько секунд желеобразный. ДАНАМИН ПАЙДАСА НАНЕ ОСА МАНАЗДА Так, теперь я покажу вам готовый десерт этот панкок. Вот. Мммм. Посмотрите, у него желеобразная форма. Все понятно. А давайте перейдем уже на тот стол и уже украшать будем там. Мы же ведь сейчас украшать будем мяту. Шоколад и мяту, да, с тобой? Да, шоколад и мяту. Я все знаю. Так, мы украшаем шоколадом, да? Да. То есть надо было показать нашим зрителям, что вот, посмотрите, получилась желеобразная у нас форма, содержание, скажем так, даже не форма. Мы добавили шоколада и нам нужно шоколадный топпинг. Шоколадный топпинг. А, мы должны полностью поверхность, да, покрыть? Как блины по сковородочке. Да-да-да. Ты умеешь блинчики готовить? Да. Молодец. Надо в следующую программу. А что ж ты не умеешь, расскажи? Я что не умею? Я не умею врать и завидовать. Остальное я все умею. И молодец. Все-таки он некрасивый, да, вот этот? Ой, понятно. Я просто не разбираюсь, что из них красиво. Да, мне уже все красиво. Соцветия, да? И воткнули, да, туда. В этот. Вкуснота.кз. Хабар.кз. Эту красоту вы увидите. Посмотрите, как это делается. И попробуйте. Ммм, как красиво. Панакота. Желатин замочить в воде на 5 минут. Обычные сливки разогреть на небольшом огне, но не доводить до кипения. Снять их с огня, добавить желатин и взбивать до однородной массы, постепенно вливая кондитерские сливки. Получившуюся смесь разлить по креманкам и отправить в холодильник на час. Перед подачей панакоту украсить шоколадным топпингом и мятой. Вот готов наш десерт. И все-таки как здорово, что Дельнас не любит сладкое. Им больше достанется. Давайте попробуем. Давайте начнем с вас. Так, я прям волнуюсь. Черное и белое, какое сочетание прям. Шахматный десерт, да? Ну-ка, ждем реакции. Ммм. Что-то я, по-моему, обманула. Очень вкусно. По-моему, да. Мне тоже кажется, что ты все-таки сладкое любишь. Ну, сейчас люблю. Очень вкусно. Очень-очень-очень. Нет, я не могу остановиться. Надо. А сейчас-сейчас, секунду сюда. Как вам? Обалденно. Ой, Абдрахман, нет слов, одни эмоции. Правда. Шедеврально, красиво, вкусно. Очень вкусно. Сегодня мы ненадолго, но все-таки оказались в Италии, мне кажется. Традиционная пицца, чудеснейшая панакотта, прекрасно зажили и на нашей кухне. Абдрахман, спасибо вам большое за то, что вы открыли секреты нашим хозяйкам. Нам с Дельнас, кстати, тоже. Ой, я сейчас ложку съем. Может быть, даже повторим это на своей кухне. И естественно, что мы без подарка не отпустим вас. И тебя, моя дорогая, Дельнас, тоже. Я знаю, что ты... 20 килограммов панакотта. Держишь фигуру, да. Но тем не менее, вот эта вот красота, которую предоставил наш партнер, и самое главное, вкуснота, вручая подарки с продукцией нашего генерального партнера и в Разинфудс Корпорейшн с брендами «Три желания». «Шедевр» и «Золотые горы». Что ж, хорошие вещи в хорошие руки. Спасибо огромное. Спасибо. На здоровье, ребята, на здоровье. Друзья, настала пора прощаться. Смотрите шоу «Магия кухни» на телеканале «Хабар». Приятного аппетита. «Магия кухни» на телеканале «Хабар». «Магия кухни» на телеканале «Хабар».